Глава пятая. Троянский конь по имени ООП. Подзаголовок первый. Откуда взялась организация освобождения Палестины и каковы ее цели? Ложный редукционизм, обманная логика, является главным средством развернутой арабами кампании против Израиля. Суть его в том, что сложный процесс искусственно упрощается, сводится к какой-либо одной, часто второстепенной проблеме. Так, сначала все проблемы Ближнего Востока были сведены к арабо-израильскому конфликту. Затем дело было представлено таким образом, словно в конфликте замешаны только Израиль и палестинцы. Со временем место палестинцев вообще заняла конкретная организация ООП. И стороны полностью поменялись ролями. Израиль превратился в жестокого гиганта, которому противостоит сплоченная горстка самоотверженных революционеров, в меру симпатичных и, несомненно, романтичных героев. Почти что Джордж Вашингтонца-товарищи, как любит представляться Арафат, выступая перед американской аудиторией. Очень скоро ООП узурпировало статус единственного законного представителя арабского народа Палестины в кавычках. Неважно, что никто не избирал руководство ООП на эту почетную роль. Неважно и то, что безоговорочная поддержка в кавычках, которой пользуется эта организация в палестинском обществе, основана на физическом уничтожении инакомыслящих. Арабский мир единодушно решил, что при всяком обсуждении проблем, связанных с Израилем, следует выталкивать на арену политической пропаганды представителей ООП. Таким образом, достигался необходимый результат. Общественное мнение Запада сосредоточивалось на преступлениях сионистов против палестинского народа. Внимание западного обывателя не отвлекается на такие мелочи, как лихорадочная гонка вооружений в арабских странах. Эффективность этой стратегии столь очевидна, что даже самые яростные противники ООП в арабском мире поддержали претензию этой организации на роль единственного законного, в кавычках, представителя «единственной» или по меньшей мере главной обиженной стороны арабо-израильского конфликта. Откуда взялась эта организация и каковы ее цели? Был ли кровавый террор ООП результатом приходящих политических разочарований, или же он имеет более глубокие корни? Является ли лозунг вооруженной борьбы в кавычках против Израиля, реакции на оккупацию сионистами палестинских земель в кавычках в 1967 году, как утверждают сегодня представители ООП, или же он был выдвинут еще тогда, когда Иудея, Самария и Газа находились под арабским контролем? Организация освобождения Палестины была основана в Каире в 1964 году, за три года до шестидневной войны. Египетский лидер Насер создал ООП с двоякой целью – для использования этой группировки в борьбе против Израиля и в качестве инструмента под дестабилизации хашемистского режима в Иордании. Поскольку два этих государства – Израиль и Иордания – контролировали почти всю территорию подмандатной Палестины, за исключением оккупированного Египтом сектора Газы, Само название Организации освобождения Палестины свидетельствовало о том, что ее деятельность будет направлена против Израиля и Иордании. Необходимо особо подчеркнуть, что в 1964 году Иудея, Самария и Газа еще не находились под израильским контролем. Поэтому объявленная цель ООП – освобождение оккупированной сионистами Палестины, в кавычках, могла иметь тогда только один смысл – захват суверенной израильской территории и в первую очередь прибрежной равнины, на которой сосредоточено три четверти населения Израиля. Большинство лидеров ООП происходит из израильских приморских городов, таких как Акка, Хайфа и Яфо. Именно в эти места они намереваются в будущем вернуться победным маршем. На своей учредительной конференции Палестинский национальный совет ПНС, имеющий статус «законодательного органа» в кавычках ООП, утвердил конституционный документ ООП, известный под названием «Палестинская хартия». Палестинская хартия была утверждена на конференции ПНС в 1964 году. Незначительные изменения были внесены в ее текст в 1968 году. Все цитаты приводятся здесь по версии 1968 года.